Приветствую вас, прочитал ваш текст. Вы знаете, мне представляется так, что вы находитесь в очень сильной позиции жертвы, здесь. И мне кажется, что вы сейчас будете играть в психологическую игру, да, но. В этом смысле, что какие-то вещи, относящиеся к первым причинам данной ситуации, вас, скорее всего, не интересуют. А решение, то есть вы ищете решение правильное, его нет. Потому что бывают такие ситуации, и ваша ситуация, это одна из них, когда нет правильных решений, когда нет таких решений, которые могло бы позволить вам, условно, безболезненно выйти из этой ситуации. Или без какого-либо негативного результата. К сожалению. Вот. Значит, вещи, на которые я хотел обратить ваше внимание, прошу прощения, если мои коллеги об этом уже говорили. Первое, это то, что вы позиционируете себя как жену. То есть вы пишите, что измена жены, а не действие личности. То есть вы совершили измены, да, эта измена, безусловно, нехорошо, да, эта измена была неоднократной. Но делали вы это по причине того, что у вас с мужем не все гладко. Это означает, что, с одной стороны, вы обесцениваете себя как личность, вы обесцениваете себя как индивида, а с другой стороны, вы выстраиваете отношения со своим мужем на деструктивных началах. Потому что вы пишите, что у вас были ссоры, и что, да, ссоры не влияли там как-то глобально на ваши отношения, но они были. Отдаление тоже было, значит, какие-то проблемы у вас с мужем есть, и вы по какой-то причине выбрали завести любовника, а не решать проблемы с мужем. Не принимать решения, не брать ответственность. Именно когда вы говорите про измену жены, именно в этот момент, именно этой фразой вы подтверждаете, что по факту личную ответственность вы не принимаете, вы не несете личную ответственность. Не за свои действия в данном случае, не за то, как вы выстраиваете отношения со своим мужем, и вероятно даже за последствия того, что вы сделали, вы тоже ответственности не хотите. Очень важно понимать, что все ответственность это не обвинение, и очень важно понимать, что все ответственность это просто взять на себя, как бы, результаты, взятие на себя результатов того, что произошло. Понимаете? 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 Это первое. А второе. У вас два последних года были, вы помните? Два. Последних года. То есть это не какая-то история, которая началась случайно и случайно могла бы закончиться два года. Это систематическое поведение. Это определенное ваше поведение. Понимаете? Какая штука. И это все связано с выбором, это все связано с вашими решениями, это все связано с вашими представлениями. Понимаете? И это связано с вашими желаниями, которые у вас есть. Вот вы пишите, значит, что нужно было отдаление, а тут он так внимательно и заботливо интересующийся со мной. Ну и закрутилось, дошло до секса. То есть это очень, к сожалению, безответственное заявление. Закрутилось, дошло до секса. Потому что это, знаете как, это из серии так получилось, из серии так вышло. Ну не так вышло, не так получилось. Вы осознанно сделали свой выбор в эту сторону. Осознанно, но. Осознанно допустили, что вашему мужу может быть причинена боль. Вот и вопрос. С чем был связан этот выбор? Вот тогда я говорю, что это будет продолжаться до тех пор, пока обоим хранящего я предупредила, что от мужа не уйду, и прекратится тогда, когда кто-то влюбится или захочет серьезных отношений. А для чего тогда вы вступали в этих отношениях, если вы предупредили, что от мужа не уйдете? Зачем? Что вам нужно? В чем вы имеете? Ничего вам не хватает. Понимаете, не случайно ведь вы поступили именно так. Не случайно вы поступили именно таким образом. Некая ваша неудовлетворенность, страх, возможно, какие-то элементы поведения привели к тому, что вы поступили именно так. И эти же элементы поведения сейчас, как бы, демонстрируют нам вашу ситуацию. То есть то, что вы сейчас испытываете то в итоге, к чему вы пришли, это вследствие всех тех же причин. Например, позиции жертвы. Дальше, к слову, у него тогда тоже были отношения с девушкой, он не раз только официальный брак с женой, с которой не жил вместе около трех лет. Причем 10 лет и как это относится к делу. Летом 16-го года это началось в декабре и отдалилось, так как я поняла, что у меня не хватает на двух мужчин в том объеме, как было раньше с мужем наладилось отношения. Смотрите, у вас и с мужем отдаление происходит сначала, и с любовником отдаление происходит чуть позже. То есть такое ощущение, что вы не склонны решать вопросы отношений. Такое ощущение, что вы склонны оставлять решение вопросов в отношениях за партнером, но не за собой. В конце февраля 17-го вы серьезно поругались из-за недостатка моего внимания, потому что вы не выращивали отношения сразу, вы предпочли отдалиться. Далее, поругались. То есть понимаете, что это значит поругались? Это значит, что и вы, и он ругались. То есть и вы ругались со своим любовником, и он ругался с вами. Так вот здесь нужно выяснить именно вашу ответственность. Именно почему вы ругались, именно почему вы вступили в конфликт. Могли не вступать, но вступили. И это было вашим решением. И вот очень важно этот момент тоже исследовать. Дальше. Так. Из-за отсутствия. Так. Тогда он уже расстался с девочкой и подал на развод жену. Он не хотел уволиться, а вот только уволилась я. Он меня пожалел. Надо сказать, что в тот момент он меня очень сильно поддержал. Вот опять, да? То есть вы нуждаетесь в какой-то поддержке. То есть в первый раз вы пишите, что он такой внимательный и заботливый и интересующийся мной. И во второй раз вы пишите, что он вас пожалел. То есть такое ощущение, что вам нужно подтверждение своей ценности. Подтверждение своей важности. Подтверждение того, что вас любят. И ради этого вы совершаете такие поступки. И семью свою, и мужа вы боитесь потерять. Потому что без них вы перестанете себя чувствовать любимой, важной и нужной скорее всего. А это означает, что для себя вы не нужны. Для себя вы не важны. И себя, возможно, вы не любите. Дальше. Так. С марта по август 17-го была без работы. Встречи стали реже, меньше было возможностей. Мы стали часто ссориться и выснять отношения. Вот опять. Кто мы? Я. Я стал часто ссориться с мужчиной. Я стал чаще выснять отношения. Вопрос в том, для чего и что. Я хотел. Разойтись не получалось, но стянули друг другу. Но опять же. Тяга это. Да. Определенная потребность. Да. И потребность требует. Скажем так. Своей коррекции. Что это за потребность? Тяга это что? Это как? Дальше. Далее выйти на новую работу. В ноябре тоже сменил. И стал совсем невыносимо. Мы расстались. А вы пишите. Разойтись. Разойтись не получалось. Вот опять. Да. Уходят ответственности. Разойтись не получалось. То есть. Это не ответ. Это не. Как бы не позиция. Вы либо вместе с человеком, либо нет. А просто разойтись не получалось. Это по сути не туда-насегда. Опять же не желание принимать решение. Возможно надеется на то, что партнер его примет. Дальше. Так. Я сорвалась. Приехала к его другу в кафе. Тогда, когда он был там. Вот видите. Что значит сорвалась? То есть понимаете, у вас вот неосознанные действия. Неосознанные. Вы не отдаете себе отсчет в том, что вы делаете. Я сорвалась. Я сняла отношения. Разойтись не получалось. Я сорвалась. То есть. Это все от непонимания себя. От непонимания своих чувств. От непонимания того, чего вы хотите. И самое главное. Это. Из-за фонового. Фонового. То есть. Сдерживание себя на фоне. Во всем остальном вы пытались быть правильными. Ага. Так. Отвезай его домой. Когда вы пьяным. Начали обусловить. Если я хочу продолжать эти отношения. То разрыв вместе с сексом. Один раз два месяца. Совместная ночь. Либо. Полный разрыв связи. Опять же. Как бы. Если это любовник. То в принципе. Ну. Такое поражение окей. А я сначала отказала. Потом решила попробовать. Знаете. То есть опять взяли. Изменили свое решение. С чем это связано. С чем связано это. Вы. Сначала отказали. А потом. Решили попробовать. Как это связано с тем. Что ваши отношения с мужем. То тогда. Уже наладились. А. Так как. Привыкла рассказывать. Обо всех своих новостях. Привыкла. Что ему интереснее. Вот. Вам важно быть интереснее. Вам важно быть значимее. Это значит. Что сами по себе. Вы себя значимее не чувствуете. К чему и стремитесь. С условиями. Если не получится. В марте восемнадцатого года. Прощаемся. Как у вас. По месяцам это происходит. Довольно странно. А. Ночи не получилось. Дальше с марта по июлю. У нас не было интимных отношений. У нас надо общаться. Это общение было навсегда с претензиями. Ну потому что вы опять же не хотели принимать решения о развитии отношений. Я так подозреваю. Если у вас нет личных границ. То есть. Вы с учетом того. Что вы выбрали себе музею. Который может избить шпильчевый. А. У вас недостаточно построены личные границы. То есть. Вы не умеете вовремя. В отношениях. Говорить нет. Эээ. Самый кошмарный. От вас творится в августе. Он приехал только поговорить. Я пытался. Ничего не получается. Что мы только мучим друг друга и т.д. На следующий день. Он сказал. Чтобы я тепло одевался. Поедем. Казаться на этот цикл. Смотрите какая штука. Вы пытались за него донести. Но ничего не получается. Что мы только мучим друг друга. Но вы ничего не говорили. Опять же про себя. Скорее всего. Я ответил. Отказываю. Даже он стал мне угрожать. Что рассказывает мужчина о наших отношениях. То есть. Ну. Хоть пошли в грозы. Я была в панике. Не понимал. Что делать. Как быть. Просил его этого не делать. Но ответил. Что я его использовал. Но надо ответить за свои поступки. Эээ. Паника у вас связана с тем. Что вы считаете. Что вы не должны потерять семью. То есть. Занять семью для вас. Очень болезненно. Но. По факту. Когда вы вступили в отношения. В отношения с любовником. Вы уже. От своей семьи. От своей семьи. Отдалили. Отдалили. Это означает. То есть. Что семья вам нужна. Для реализации. Опять же. Определенных потребностей и желаний. Эээ. В контексте которых. Вы зависимы от семьи. От наличия семьи. Именно это. Это убегает вас в панику. То есть. По факту. Вы зависимый человек. Зависимый от семьи. Зависимый от любовника. Я думаю. Что выгодом из этой ситуации. Является. Именно. Сейчас. Приход к тому. Чтобы понять. Свои желания. Приход к тому. Чтобы реализовывать. Свои желания. Самостоятельно. Ээ. Встать менее. Зависимый. От семьи. От мужа. И от любовника. И уже. И уже. На основе этого. Чувствуя свою автономность. Принимать решение. Ээ. Дальше. Просили уже не делать. Ээ. То есть. Вы боялись. Боялись. Потерять семью. Да. То есть. Здесь. Опять же. Такое. Ложное. Ложное. Представление. О том. Что. Семья. В любом случае. Она. Сохранится. Так. Он твердился. Я его использовал. На основе. Я его только ценил. Своих нервов. С бротным весом на 44 кг. А. Семья. 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 А. Привез. Мне. Все. Что обещал. Когда-то отдать. Конфеты. Из поездки. Разговора не было. Просто. Передачу. Семья. Привез. На книгу. На работу. Создание. Которое было. Походим. На наши отношения. Дальше. Намекается. Семья. Пропал. Недавно. Появился. Снова. То есть. Точно такая. Манипуляция. С его стороны. Да. То есть. Такой. Намек. На внимание. Намек. На какую-то болезнь. Да. Намек. На драматичность. И. Соответственно. Манипуляция. Заиседом. Заметьте. Что. Наверное. Не произвело. Никакого впечатления. То есть. Вы. Как бы. Про. Вообще. Просто. Пропустили. Мим. 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 Что еще это все произошло. Недавно. Появился. Снова. И. С угрозами. Рассказать будем. Для вас. Это стало неожиданностью. Почему. Это стало неожиданностью. Для меня. Непонятно. Убийший. Двадцать один день. На самостоятельный развод. Ровно. Через четыре недели. Все. Правда. Ускроются. Не наплевать. На тех. А на тех. Кто наплевал. На меня. Когда. Получит. То есть. Что-то случай. Быть. Вечно. Одному. А. В. Так. Надоело. И. Где ты. Что ты дал. Тебе. Та дала ему. Что ты просил. О чем мечтал. Ты. Исполнил. С ним. я заберу всё, что дал, всё, что в ней служило бы, чужие усилия не будут спасением своего брака. Ну, тут надо сказать, что мужчина склонен к определённому эпатезу, да, то есть у него тоже болезненная потребность во внимании, желание возвысить себя, но в чём он брав, в чём он брав, в чём он брав, в том, что ваш брак строится на лжи, и если у вас ты, у вас любовник, значит в вашем браке что-то не так. А значит самое время обратить внимание на проблемы вашего брака и начать их решать эти проблемы, в том числе и обращаясь, например, совместно к психологу. Единственное зависит от того, как вы себя поставите. Если вы будете стремиться к своей независимости, ему уже можно и рассказать, не боясь при этом, что он вас изобьёт, потому что вы сможете себя защитить. Ну, например, сделать это дистанционно, да, то есть уехать от мужа и сообщить ему дистанционно, чтобы у него не было скандотов, если вы боитесь его в плечности, ну, и уже после этого что-то решать. Либо, если вы менее склонны к тому, чтобы быть независимым, то обещать любовнику, что вы разведетесь чуть позже, а само работа с психологом и своим мужем навадите доверительные отношения, в которых вы уже можете рассказать ему о том, что произошло. В частности, можно сказать, что появился мужчина, который вас шантажирует, например. То есть, понятно, что у вас есть переписки там, вот, и эти переписки он может показать мужу. Но, опять же, здесь тоже можно что-то придумать, но лучше, лучше, если вы, конечно, расскажете правду. Дальше, я снова в панике, да, из-за того, что вы можете потеряться, опять же, в своей семье. Ему я не отвечаю, его телефон заблокировал, оставил только на беззвучных мессенджерах. Интересно, зачем? Он знает все эти номеры, а муж уже знает его номер телефона откуда. Он предлагает меня терроризировать мессенджеры, я считаю, не отвечаю. И вызывает меня этот ответ. Я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Чтобы что делать? Разобраться в себе, не злутись, хотя именно из своих интересов, отвечая со своими желаниями, отвечая со своими желаниями, отвечая со своими желаниями. Своё поведение. Гармонизировать отношения с мужем – это совсем другая история. А я не хочу терять семью и мужья. Почему? Почему? Почему для вас это так страшно? Всем это так страшно. А не потеряли ли вы семью и мужья, когда начали встречаться с любовником? Я вас не обвиняю. Я говорю о том, что нормально вы перестали быть с мужем семьей, по сути, когда вы начали встречаться с любовником. То есть вы уже давно не семья, вы уже давно не пара, вы уже давно не супружеский союз. Понимаете? Это просто люди, которые не любят места. Я не реагирую на любовника, не отвечаю на его семью. Так, ну здесь четыре варианта. Когда вот вы пишите, что, значит, рассказываю ему это за манер, скандал, развод с любовником. А почему вы считаете, что рассказывать ему это обязательно будет развод? То есть как бы его в пыльчике вот как раз означает, что да, он отреагирует болезнью, но разводом может не быть. Он всегда негативно отзывался об измерах. А если вы пишите, что ваш муж негативно отзывался об измерах, а если те, кто отзывается об измерах позитивно, то есть его свидетельство довольно странный аспект. А вы пишите, я понимаю, сейчас вы видите это так, будто я хочу выйти сухой из воды, по сути это так, но мне сейчас такс на реакцию мужа. Ну, если вы считаете, что какой-то реакции его быть не должно. Ну, вам нужно себя защитить, вам нужно защитить себя, чтобы он не причинил вам в порыве, так сказать, своей вспыльчивости. Для этого мы хотим отдалиться, но рассказать вам, я полагаю, если вы хотите действительно сохранить семью, рассказать про то, что придет, потому что это проблема. То есть у вас любовник в течение двух лет, это проблема, это серьезная проблема. Как преподносить эту информацию, чтобы у меня было хоть малейшее счастье на прощение и помощь избавиться от любого? Никак. Никак. То есть, тут никак вот, не просто как ей сказать, и все. Да, это тяжело, да, это унизительно. Но вы, опять же, вы, как бы, сами, сами сделали свой выбор. И вот, если вы пройдете через это, то есть, просто пройдете через наш каут, через демонстрацию своему мужу, я уверен, что так больше вы уже не посыпаете. А если вы скроете правду или как-то по-другому ситуацию решите, то вам всегда будет соблазн, еще потом привести любовника и так же покупать. То есть, вы не сожнете с последствиями, понимаете? Вот. Поэтому, да, это не то, что жестоко, тем не менее. Для чего вам прощение, опять-таки? Вот вы пишете, вас поняли, кто-то мужчине прощает. А зачем вам про его прощение? Для чего? Если бы вас это волновало, вы бы не изменяли. Это встреча, опять же, идет о ваших потребностях. Понимаю, если бросить, будет нелегкий период восстановления отношений, что у психолога вместе вдвоем работать, все корректироваться. Я готов исправлять, лишь бы больше не знать о любовнике ничего и чтобы он никогда не принялся в моей жизни. А здесь вы могли бы своих друзей привлечь, своих друзей мужчин, которые могли бы поговорить, которые могли бы давить на него немного, которые могли бы, в общем-то, сравниться. Почему только муж? Так, никакие кардинальные изменения в моем поведении дома не было. У нас с ним, смотрим, были периоды, когда все было хорошо, и на грани развода было, но не по причине моего желания быть любовником. Я верю. Я верю. Я верю. Но это проблема. Это проблема. И эти проблемы решать все интересного вы не хотите. То есть я не увидел у вас желания эти проблемы решать. Ссоры с мужем всегда относились к нашим отношениям. Опять же, что значит ссоры с мужем? Это не ссоры с мужем. Это я ссорилась с мужем. Почему-то. Это я выбираю ссоры с мужем для того, чтобы научиться бесконфликтному общению. Вот и вопрос. И дальше, если муж говорил о разводе, я пытался вернуть отношения. Для чего? У меня ощущение, что вы боитесь. Боитесь очень сильно потерять свои семьи. Боитесь остаться одна. Я не знаю чего-то лишиться. В этом вы зависимы. Нужно становиться независимыми. Для этого необходим личностный рост. Который может произойти, если вы будете работать психологом. Может быть, извините, не прозвучит. Но что левые отношения никогда не были в ущерб с семейным. Скорее наоборот. Я ответственно отменял. Отлично так было дома. Это элизия. Левые отношения всегда в ущерб с семейным. А вы пишите наоборот, то, к сожалению, не логично. То, что вы пишите, что это наоборот. И сердце старает. Это элизия. Это элизия. Что они были не в ущерб. Вот. Так что вам необходимо отказываться от представлений, которые являются нелогичными, не жизнеспособными. Вот. Значит, что делать сейчас, вам, мне кажется, я объясню достаточно понятно. Правильного решения, если у вас повторяют, здесь нет. Никаких уверенно подобранных слов тоже быть не может в этой ситуации. Лучше сказать всё-таки и правду, как и есть. Внимательно себя защитить физически, если есть угрозы, что муж вас вспылит. Либо рассмотреть возможность с помощью ваших друзей. Вот. Вот так. Я не очень понимаю, сколько у вас времени. Вот. Ну, тем не менее. И пусть данная ситуация подходит вам уроком. Уроком по поводу того, что за свои действия любые нужно несоответственности в плане последствий. Я не могу сказать, что вы прямо плохо поступили и что изменили. Я понимаю, что у вас были проблемы. Я понимаю, что вы были не удовлетворены. Я понимаю, что, ну, тогда вам казалось правильным решением, хорошим выходом из ситуации. Я понимаю. У меня проблема в том, что вы не хотите отвечать за то, что сделали. Вся проблема в том, что вы впали в панику от того, что естественно здесь. Вся проблема в том, что вроде бы нуждаясь в семье, вместе с тем она вас тяготит. Так происходит всегда, когда человек зависит. Зависимый человек, он, с одной стороны, стремится к тому, от чего он зависит, с другой стороны, его это тяготит, потому что то, от чего он зависит, делает его несвободным. И человек стремится к свободе. Так же и вы. Ваши отношения с мужем это тоже не совсем здоровые отношения. Это тоже зависимость, потому что вы пытались именно вернуть отношения. Но вы, я так понимаю, не принимали никаких решений, не приходили никаким решением о том, чтобы ссоры не повторялись. То есть вы не сделали ничего, чтобы отношения с вашим мужем стали такими, чтобы не дошло до любовников, судя по всему. То есть отдалились, ну и ладно. Ссоры, ну и ладно. Все ссоры. Все ссоры все изменяют. А в итоге, в итоге, такая вот происходит ситуация. Вы пишите, помогите. Вот, вы пишите, помогите. Но как? Как вы видите помощь психолога здесь, в этой ситуации? Какой вы видите помощь психолога? То есть, вот что вам нужно от психолога? На ваши вопросы я ответил. Правильных решений здесь нет. Подумайте и решите. Вот. Отдельным пунктом идет то, как вы относитесь к своему мужу. То есть, если вот вы допустили, да, вот допустили. Наличие любовника, вы допустили, что ему может быть больно, что насколько вы его любите, насколько вы им дорожите. Как, именно как человека. Может быть стоит признать, что вы с ним не потому, что он вам дорог, не потому, что вы его любите, а потому, что вам самой что-то нужно. Но если вам самой что-то нужно, с чего вы решили, что вы не должны это потерять. Или с чего вы решили, что у вас это должно быть только в одной форме. Подумайте об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в «Возврат на ночь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Почитайте про треугольник Карпмана. Вы увидите, что вы находитесь в позиции жертвы. Единственный выход из состояния жертвы, это принятие личной ответственности за то, что происходит. То есть, не попытка там что-то скрыть, там и так далее, а именно принятие личной ответственности. То есть, это единственный способ выйти из состояния жертвы. Вот. Да, придется за это заплатить цену, но эта цена всегда сразу соразмерная. Если вы знаете, что ваш муж вспыльчивый, то его реакция будет соответствующей. Вот. И это нормально. Это и есть та цена, которую вам нужно заплатить. Это и есть та цена, та цена, через которую вам нужно пройти для того, чтобы понять, будете вы так поступать дальше или нет. Еще. Я желаю вам всего самого доброго, принятия вам верного решения и удачи. Спасибо.